Ну что, Надь, наше с тобой первое занятие спустя тысячу лет. Расскажи мне, пожалуйста, сколько ты уже учишься? Ох, это сложно вспомнить, наверное. Больше года точно. А я с начала с мая, по-моему, или с апреля, в прошлом году. Ну да, уже получается год. А сколько ты поменяла инструкторов за этот промежуток времени? В первой автошколе я поменяла троих. И когда пошла самоходом, там вообще по рукам пошла. А вообще есть какое-то отличие между инструкторами? То есть в формате их учения, доходчивости, реализации? Слушай, ну если я к тебе возвращаюсь, если раз в у раз, логично, что есть. Потому что первый раз я вообще в жизни, я не верила, что есть инструктора истерички, которые прям позлают. Меня как-то давили до слез, когда вот я уже самоходом начала ходить. Что все дошло до того, что я просто нашла первое ближайшее место для остановки, остановилась, сама сказала инструктору, занятие наше окончено спустя полчаса. И мы разошлись, значит, и больше я не писала. Давай направо с тобой поедем. Больно и покинула чат, сейчас я вон еду. Окей, а вообще, когда ты ходишь к новым инструкторам, какая-то новая информация тебе добавляется на занятия. То есть в любом случае, наверное, каждый раз у инструктора переносит что-то новое в твою жизнь. Слушай, ну вот, сейчас я начала заниматься тоже еще один дяденькой. Это за измену не считается. Не, не считается. Он достаточно спокойный, и он у меня как-то тоже психологически мне помогает как-то, от него спокойствием подзаряжаюсь. Вот он в этом плане у меня спокойный, какой-то настрой от него передавится. Ну, кстати, да, это классно, когда инструкторы заряжают на спокойствие, они нервят, как очень многие это делают, бугая экзаменами. Да, он говорит, если ты сама себя задаешь, Будешь сидеть нервничать. Ну, типа, кому-то говоришь, что ты станет. Не тебе или не принимающему, ничего. Конечно, да. А сколько вообще раз ты уже была на экзамене гидера? Четыре раза. А какие эмоции были при самом первом? При самом первом было очень страшно. Я вообще впала в какой-то транслют, я очень сильно растерялась, я не понимала, что происходит. И из этого транса я, наверное, вышла, когда домой только поехала. А вообще какие эмоции тебя погружают на всех экзаменах? Всегда это что-то одинаковое или каждый раз что-то новое появляется? Последние два раза я начала ловить зен. Я начала себя успокаивать. Я в первую очередь начала как-то взаимодействовать с инспекторами. То есть я внесу какую-то лютую херь, он смеется с этой херней, ну, ему типа смешно. Короче, мой совет, перед тем, как идти на экзамен, выучить какой-нибудь анекдот. Я вот заготовила новую шутку, кстати. Кстати, насчет инспекторов, которые принимают экзамен, все почему-то их боятся и думают, что это какие-то злые, агрессивные дядьки, которые прям все-то строгие. Вообще нормально. Вот я когда говорю с последними двумя инспекторами поездила, я посмотрела их реакцию на то, что с ними можно разговаривать, взаимодействовать, что-то как-то хихиха-ха, и они, как бы, мой юмор тоже поддерживают. И я поняла, что нормальные они, но тебе не надо их варяться. А вообще, как ты думаешь, что тебе мешает дать экзамен на данный момент? Недообучение или какие-то другие факторы? Ну, нет, мне кажется, мне мешает моя неуверенность, неуверенность в себе. То есть это постоянно, как на любом экзамене, это как на любом экзамене, в принципе, ты впадаешь в какой-то транс, у тебя какая-то дополнительная степень волнения появляется, то есть ты можешь зубрить, не зубрить, ты можешь быть в себе 100% уверен, ну, типа, тебе нравится какой-то фактор ответственности, что это такое ответственное важное мероприятие, и вот, ну, я обсираюсь в этом. Да, действительно, это какой-то психологический фактор, потому что во сколько времени мы с тобой уже передвигаемся, это было порядка 20 минут, пока что я не вижу никаких ошибок в тренингистах, ты всегда включаешь удар на поворотнике, ты соблюдаешь скоростные режимы, ты замечаешь, что происходит по бокам и сзади тебя, поэтому я в диком смятении от того, что ты до сих пор ко мне приходишь без прав и не водишь меня за винишком. Я сама, я сама в шоке. Ну что ж, пожелаем тогда Наде удачи на ближайшем заме, я надеюсь, она все-таки сдаст и теперь будет возить меня за винишком, а не катать по его западу. Да, я тоже на то.